Минувшая неделя оказалась бедна на мировые премьеры, но российский рынок определенно всполыхнет прибытие свежих китайцев. Ведь в продажу поступил компактный Havail Jolion, а на подходе и вторая модель от материнской марки Great Wall. На этом фоне едва не затерялся дебют купе-образного кроссовера Audi Q5 Sportback и рестайлингового семейства хэтчбеков мини. Lada Granta примерила модернизированный восьмиклапанник 1.6, а к дилерам поступили обновленные люксовые седаны Lexus LS. Тем временем светлый мир электромобилей встречает вздорный рестомод Opel Manta, а за окном готов батарейный пикап Ford F-150. К задержкам выхода свежих машин нам не привыкать. Новые модели выходят на российский рынок через год, а то и два. Поэтому новый компактный кроссовер Havail Jolion мы встречаем как мировую премьеру. Ведь на родной китайский рынок модель вышла только в январе. А на минувшей неделе продажи машин тульского производства открыли российские дилеры. Havail вернул в свою российскую линейку компактный кроссовер. После отставки старых моделей H2 и H6 ниша пустовала. Но теперь самым дешевым Havail назначен новый Jolion, который уже выпускается на заводе под Тулой. По сравнению с уже известной в России моделью F7, Jolion получился заметно компактнее. Он на 15 сантиметров короче и на целых 12 сантиметров ниже. А вот колесная база новичка оказалась почетно большой. Длиннее она только у Renault Arkane. А у Captura, Seltos, Coroco и прочих формальных одноклассников расстояние между осями на 3-5 сантиметров меньше. Но есть и более важные отличия от Havail F7. Jolion построен на другой платформе. Это новейшая тележка Lemon, которой не исполнилось еще и годы. От прежних конструкций архитектура отличается повышенным содержанием высокопрочных сталей. В Китае Jolion продается сугубо с передним приводом и в таком же виде экспортируется, например, на Украину. Однако в России гамма разнообразнее. Единственный турбомотор в полтора литра сочетается с механикой или семиступенчатым преселективным роботом. Переднеприводная машина выдает 143 силы, и в задней подвеске будет балка. А полноприводная машина на 7 лошадок мощнее. Коробка тут только роботизированная, а задняя подвеска – многорычажка. Jolion выходит в крупнейший кроссоверный сегмент, где много конкурентов. Мы ожидаем, что с 2022 года и далее Jolion займет одну треть от всех продаж Хавейла. В нынешнем году у нас осталось только 6 месяцев, но все равно считаем, что 30% наших продаж даст Jolion. План на 2021 год тоже не секрет – 40 тысяч автомобилей. Привлекать покупателей планируют, конечно, ценой. По меркам класса Jolion вышел недорогим – от 1,2 млн за переднеприводную версию. За эти деньги не стоит ждать изысканной отделки. Шесткая пластмасса на дверях, например, украшена смешной пластмассовой отстрочкой. Регулировки руля по вылету нет вовсе. В базовую комплектацию Comfort включен климат-контроль, 10-дюймовый тачскрин-медиа-системы, две подушки безопасности, подогрев передних сидений и круиз-контроль. Полноприводный Jolion стартует с 1,5 млн рублей. Это уже средняя комплектация Elite, где есть 18-е колеса, камера заднего вида и удаленный доступ к некоторым функциям через мобильное приложение MyHavail. Место новичку Jolion на конвейере тульского завода освободил заслуженный рамный внедорожник H5, который не вписывается в долгосрочную стратегию марки. Всему виной новейшая платформа Lemon. На ней основаны уже три модели. Собственно, Jolion, который на родине называется Чулянь, то есть первая любовь, а также кроссоверы Dago, он же Большая Собака, и третье поколение Havaila H6. Само собой, локализация одной модели в России открывает перспективы и для всего семейства соплатформенных машин. Когда же они приедут? Сборку Havaila H6 тестировали по Тулу еще зимой. Я много раз говорил, что наша стратегия прозрачна, и мы собираемся представить пять новых моделей за три года. Сегодня мы открыли Jolion, первую из пяти, и готовим четыре остальные. Недавно запущенный в Китае H6, это, вероятно, один из кандидатов, но пока мы это не комментируем. Однако мы точно будем конкурировать во всех кроссоверных сегментах. Так мы хотим достичь успеха на российском рынке. Занять все сегменты куда уж яснее. На большую конкретику мы и не надеялись, как вдруг Жером Сего сотворил сенсацию. Могу рассказать о пикапе Пао. Он приедет скоро, и когда я говорю скоро, это значит до лета. Это будет вторая модель, которую мы запустим в этом году. Что касается Havaila Big Dog, то это исключительно интересный продукт, и мы серьезно изучаем возможность его запуска в России. Слушаем рекомендации дилеров. Итак, еще две новинки определены. Большая собака – это кроссовер на упомянутой платформе Lemon, с несущим кузовом, бензиновыми турбомоторами, передним или полным приводом. А вот пикапы Great Wall Pau, или Puer, как их называют на экспорт, это более серьезная рамная техника. В Китае у Пао двухлитровый бензиновый или дизельный двигатель, полный либо задний привод и два варианта колесной базы. Какая версия достанется нам – скоро узнаем. Напоследок добавим, что внедорожная платформа у китайцев тоже активно развивается. В Шанхае представлен отдельный бренд Tank с двумя концептами – 700 и 800, а младший Tank 300 уже поступил в продажу. Вывод этой марки в России наше представительство тоже рассматривает, но не раньше, чем успеха добьется родственный рамный пикап. Полгода назад марка Audi расширила семейство Q5 купеобразным спортбэком. У этой версии покатая крыша и уменьшенный багажник, но по остальным параметрам краску па полностью повторяет исходный кроссовер. Теперь стало известно, что за стильный силуэт будут просить 360 тысяч рублей доплаты, а самый недорогой вариант планируют отдавать за неполных 5 миллионов рублей. Из-за отсутствия действительно простых комплектаций, базовый набор оборудования включает сразу комбинированную обивку салона, электропривод передних сидений, трехзонный климат-контроль, светодиодные фары и многое другое. За доплату можно добавить автомобилю спортивности, заказав одним пакетом внешний обвес, полугоночные сидения и подретушированную отделку салона. К двухлитровому бензиновому турбомотору прилагается семиступенчатый преселектив и фирменная система полного привода Quattro Ultra с двумя многодисковыми муфтами. А вот трехлитровый дизель подразумевает наличие восьмидиапазонного автомата и постоянного полного привода с дифференциалом Torsen. Как говорится, выбирай, что нравится. Еще одна рыночная новинка – рестайлинговые хэтчбеки мини. Напомним, что обновление ограничилось лишь сменой обоих бамперов до внедрения диодной оптики. В салоне под замену пошли дефлекторы вентиляции, селектор коробки и руль. Зато цена выросла всего на 40 тысяч рублей. Базовая трехдверка теперь стоит 2 миллиона 200 тысяч, а пятидверка обойдется на 60 тысяч дороже. Доплачивать за роботизированную коробку не придется, она стоит столько же, что и механика. В базовую версию включены датчик дождя, мультимедийная система, динамический круиз-контроль, плюс обогрев ветрового стекла и двухзонный климат-контроль. Разумеется, есть и более упакованные комплектации. Автоваз начал торговать Грантами, у которых под капотом стоит 90-сильный восьмиклапанник вместо агрегата на 87 сил. Притом важно, что смена двигателя никак не повлияла на цену вазовского бестселлера. С новым движком Гранта стало быстрее, экономичнее и удобнее для водителя, ведь 80% крутящего момента доступны уже при тысяче оборотов в минуту. Еще один плюс – клапанные зазоры, что держится вплоть до 90 тысяч километров пробега. Параллельная новость – появление штатной телематики Lada Connect за 12 тысяч рублей. Она позволяет удаленно управлять некоторыми функциями автомобиля, а также контролировать его состояние. Лексус надумал обновить бизнес-седан ИС. Правда, распознать свежий рисунок решетки да под ретушированную оптику смогут лишь истинные фанаты марки. В интерьере подметим, что экран медиасистемы выехал немного вперед, сместив ниже дефлекторы вентиляции. А все потому, что дисплей стал сенсорным, и в прежнем положении водитель до него не дотянулся бы. Двухлитровый атмосферник уступил место более современному аналогу такого же объема. Мощность осталась прежней, но максимальный крутящий момент немного подрос. Вместо шестиступенчатого автомата отныне установлен вариатор. Также некоторые доработки коснулись ходовой части. Модернизированные амортизаторы должны уменьшить раскачку, а жесткие распорки задней подвески – добавить стабильности при резких перестроениях. Первым делом улучшенный ИС предстанет перед китайской публикой. Но осенью новинку получат уже российские и американские покупатели. А в Россию прибыл обновленный прошлым летом представительский Lexus LS. Его передняя оптика стала менее причудливой, а в салоне прописался «да-да, тачскрин вместо пассивного экрана». В подвеске под замену пошли адаптивные амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости и опоры двигателя. Система активного шумоподавления стала эффективнее, а сиденье – приятнее, благодаря иной набивке и прострочке. Модификации всего две. Задним приводом топовый Lexus оснащен атмосферником, а с полным приводом – битурбомотором, который обрел иные нагнетатели. Десятиступенчатый автомат прежний, но программа управления переписана. А конец выпуска посвятим электрическим новостям. Только начнем издалека. Ведь изящную двухдверку Opel Manta немцы сделали ровно полвека назад. Нынешние дизайнеры приделали олдтаймеру визор – так называется черная маска – с интегрированными фарами, которую отличают все без исключения новинки Opel. А еще пожилой Manta имплантировали глянцевую черную панель вместо решетки радиатора и встроили светодиодные бумеранги фар. Вдобавок к машине достался пластиковый обвес, а в перешитом салоне появились современные экраны и спортивные кресла. Но главные перемены произошли под капотом, где место атмосферной бензиновой четверки занял электромотор отдачи 147 сил. При этом сохранилась штатная четырехступенчатая механическая коробка. Полного заряда литиево-ионной тяговой батареи должно хватить примерно на 200 километров пробега. О серийном производстве рестомодов речи, разумеется, не идет. К анареечному купе предстоит лишь кататься по выставкам до фестиваля. Напоминаю массовой публике, что Opel взял курс на электрификацию. То ли дело Ford F-150, электрическую версию которого сможет купить любой желающий. Правда, не сейчас, а весной 2022 года. Зато по приятной цене 40 тысяч долларов. Чтобы перейти на электротягу, пикапу пришлось обзавестись более прочной рамой, независимой задней подвеской и, разумеется, избавиться от бензиновой восьмерки. Вместо нее под капотом теперь 400-литровый багажник. Такой Ford бывает только полноприводным, с двумя электромоторами. Топовый вариант способен проехать на одной зарядке около 500 километров, а его моторы выдают без малого 600 сил. Для быстрой перезарядки батареи хватает 40 минут. Притом пикап может не только потреблять, но и отдавать электричество. Это будет удобно рабочему люду, чтобы не возить на стройку бензиновый генератор. Вообще машина вышла до нельзя практичной. F-150 готов взять на борт около тонны поклажи. Притом за доплату предлагается электронная система, способная определить загрузку пикапа и, с учетом этих данных, пересчитать пробег на оставшемся заряде. В Москве прошла российская неделя общественного транспорта. Трехдневная серия деловых конференций, совмещенные с выставками «Электротранс» и «Ситибас». В числе самых любопытных экспонатов – троллейбус с автономным ходом «Адмирал», низкопольный электробус «Алкор», несколько новинок от группы «ГАЗ», а также новая модификация «Сириуса» – электробуса от вологодской компании «ТрансАльфа». По экстерьеру мы полностью переработали машину, то есть сейчас маска стала более изящная, на мой взгляд. Верхняя часть машины тоже полностью переработана, рейлинги мы поменяли, дизайн, в общем, стал современней, скажем так. А по интерьеру полностью переработан салон в верхней части, он стеклопластиковый, негорючий. Присутствовали на выставке и производители комплектующих. В частности, Сарапульский электрогенераторный завод знакомил посетителей с новым мотором для трамвая «Витязь» и стартер-генератором для автомобилей «Аурус». В режиме стартера он работает как тяговый двигатель, разгоняя полностью всю трансмиссию и разгоняя автомобиль. И уже на определенной скорости, когда вся трансмиссия работает, движется, там включается система управления двигателем внутреннего сгорания, которая и запускает непосредственно работу ДВС. И в это время электрическая машина переходит в генераторный режим. Не обошлось без решений, повышающих безопасность на общественном транспорте. Таких, как, например, система мониторинга состояния водителя, которая уже обкатывается на маршрутных автобусах в Челябинске. На этом стенде есть наш пилот, пилотный проект – это мониторинг водителя. То есть в мониторинге водителя фиксируют пурение, отвлечение внимания, возможный сон водителя и пользование сотовым телефоном. Наконец, найти что-то интересное для себя могли и любители двухколесной техники. На стенде Семаргл Электро красовались электромотоциклы СИ Пеннигейл и DWX 250, а также зеленый квадроцикл СИ Йети. В отличие от бензиновой техники, электрифицированная, по словам производителя, более тихая, экологичная и надежная.